всем ваза с вами они звука и я полностью прокачал гостфейса в игре mortal kombat 1 а это значит что мы сейчас подробно взглянем на его кастомизации и прочие его плюшки поэтому большая просьба поставить лайк под видео а иначе и так давайте начнем со снаряжения что у нас есть у нас есть классическая маска как в первом фильме да есть маска под названием престарелый было в каком-то другом фильме может в последних частях честно говоря мне не особо нравится последней части и совсем не нравится последней части да и первое честно говоря как мне кажется не очень-то проходит проверку временем если сейчас его посмотреть я как раз посмотрел недавно и ты знаешь кто убийца то уже смотреть особо-то и не интересно хотя бывает триллером которых ты знаешь все наперед уже но как-то не так снято что смотрится до сих пор вот ну это мое личное мнение ваше пишите в комментариях и так значит следующая маска серебряная свадьба я думал что это отсылка на т-1000 но вот не знаю серебряная свадьба может быть какую-то фильм была свадьба и честно говоря не помню уже потому что многие из частей смотрел очень давно вот их всего в шесть частей по-моему вышло короче если вы знаете откуда эта маска пишите в комментариях серебряная маска смотрится прикольно так дальше пугало но это отсылка на пугало из вселенной DC так полагаю вот мешок мешки мешковина вот тоже прикольный страшный персонаж и маска тоже неплохая кстати тоже престарелый маска тоже смотрится это классно реалистично довольно таки да так дьявольское лицо devil face видимо так получается не знаю была ли в каком-то фильме возможно и не было но тоже смотрится прикольно тут скажешь дальше кровожадный но это просто маска облитой кровью и она тоже классно смотрится ну довольно реалистично смотрится эта кровь на маске стекающие местами засохшая клёво клёво так дальше скрытые убийцы это конечно капец это типа пародия на скорпиона вот она выглядит ужасно мне кажется просто стрёмно выглядит это это ниндзя аква из фанатского mortal kombat как мне кажется из mortal kombat project который крякает вот такие дела ну не знаю отсылка на скорпиона но выглядит максимально тупо мне кажется дальше мясник из вудсборо вот не знаю я помню что мы разбирались и это типа отсылка возможно бараку на таркатанцы да типа тут скорпиона тут здесь в бараках но эта маска будет кач клёво лево и рога зубы куда-то улетел у нас рога от зубы все клёво может классно зачетно не выглядит так же глупо как скорпионка мне кажется так еще что здесь загадочный ассасин типа как будто маска располовинена а под ней еще такая же маска это очень напоминает маску и ромака кстати умеешь что-то похоже здесь же в mortal kombat 1 тоже это старая кого-то масочка разбитая возможно какая-то отсылка на фильмы если что-то такое видели в фильмах серии крик напишите в комментариях и по маску раскроет а под ней еще маску ну хрен знает ну выглядит тоже вроде как неплохо и последняя маска сокрытый сокрытый но мы видим что это отсылка на терминатор у меня даже один глаз светится она вся металлическая вот поэтому ну как бы в названии ничего не понятно сокрытый судачи сокрытый шпион типа как терминатор были какие-то были в т-800 рассказывать в первом терминаторе рассказывали про то что были какие-то шпионы терминатор и все остальное не знаю но чем звать закрытым это явно отсылка на терминатора т-800 так что вполне возможно что это тоже вот это вот отсылка на тысячу до жидкий металл но просто называется серебряная свадьба черт его знает в общем вот маска в принципе ничего так смотрится лучше чем скорбифонка мне кажется точно вот вот такие маски есть то есть это все из масок что можно в игре открыть прокачав полностью до 20 уровня персонажа а давайте теперь посмотрим на палитры значит палитра здесь насколько я понял не влияют на цвет маски то есть этот чисто цвет балахона вот это у нас классика получается фификающий мясник следующее неистовое убийство вот видите цвет балахона будет серый светлый и измазан в крови немножко это покоцанные моменты есть руки в крови тоже это больше похоже на мясника кстати да так у так значит неистовое убийство называется значит следующее гостфейс бесчувственные убийца и здесь какие-то узоры есть как будто какой-то не знаю сект какая-то религиозная все чистенько тогда гладенько перчаточки и в общем какой-то балахон с узорами так дальше значит веселая смерть это вообще клёво это клёво это как кобра кая костюмчик из первого фильма каратэ пацан они там одевались кобра кайф такие костюмы но без балахона без без капюшона в общем скелет типа смотрится отлично на некоторых аренах бывает кому-то зеленым отсвечит как будто она фосфором намазана просто мы играли уже и кого-то было ощущение свечения такого зеленого ручка левый костюм один из лучших мне кажется подходящий гостфейсу здесь так дальше психопат-убийца ну тут чисто такое видите красивая черненькая с красными каемками красный пояс и краснеет к низу не сказал бы что что-то такое выдающиеся да то есть нормально и последняя безжалостный головорез видите все все фиолетовая сложно сказать что такое мне кажется фильмах и всегда был черный костюм на что-то это отсылает или нет я не могу сказать ребят если вы приметили что это может быть пишите комментариях тут ведь перчатки какие-то коричневые коричнево-желтоватые перчатки а сам костюм фиолетовый и чуть мне кажется это отдает каким-то ватиканом как и предыдущий костюм тоже кстати да там смотрели всякие фильмы там про изгонение демонов и прочее да что то что то похоже есть но я не уверен какие-то видите тут такие висят олз какие-то в общем к чему относится этот костюм если вы знаете то пишите ребят комментариях вот на этом кастомизация все такие вот у нас костюмчики на самом самое интересное на маске а балахона уже такой вторичный мне кажется ряд есть у него разные насмешки попробую пережить это только не в моем фильме сыграем в игру видишь призрака думаю о тебе все под подозрением я выпатрошу тебя сейчас вернусь то там бу вот такие насмешечки у нас есть и добивание значит у нас есть под угрозой исчезновения в общем превращается он стрелять не к туда я не сказал что ли это понимаете как-то понравился особо что-то особенного интересного не у меня я не увидел вот значит идут бруталки классика легкое головокружение каждый раз немного сумасшедший пожалуйста не убивай меня смерть помощника шерифа посылка к фильму да у меня для тебя сюрприз посмотрим правде в глаза а вот последние две бруталки вот эти вот они отдельно в магазине продаются в сезонном за сезонную валюту да то есть вы играете во вторжение зарабатывать эту валюту и потом покупаете эти бруталки пусть где бруталки отдельно продаются изначально их у вас тут здесь нет а эти открываются по мере прокачки персонажа хочется сказать что бруталки кстати у него наверное одни из самых сложных в игре то есть они требуют как правило метра многие требуют для того чтобы ты сменил стиль персонажа там меняется стиль да на кобру и киру типа вот есть винить стиле потом еще и метра во время смены стиля это уже требует ну тратишь метр и потом еще как правило требуется прием который тоже тратит минус то есть два метра на бруталку вот поэтому как мне кажется и показалось по крайней мере одни из самых сложных бруталок в игре с остальными вроде особых проблем не было таких здесь две фаталки вы на все это уже видели в интернете в одной там джонни кейджа убивают всегда что же давайте пойдем дальше только послушайте это да ему героиня по телефону говорит она говорит ему либо оставь меня в покое либо хватит мне звонить ну то есть типа как в первом фильме какое внимание к деталям до ребят и так взглянем на несколько его дразнилок вот ревида да прикольные дразнилочки да и голос классный у него кстати насчет самого персонажа да мы уже поняли что все таки под маской только один одно лицо скрывается другие лица мы не сможем увидеть в игре мы уже тоже проверяли на стримах на стриме вот что могу сказать по самому персонажу он довольно сильный как мне показалось и он довольно разносторонний он может работать с разными камео у него много комбинаций получается у него переключение по стилям похоже на mortal kombat deception то тот же самый вот то есть много разных фишек я еще сильно его не освоил да то есть не то чтобы даже не сильно приблизился но есть разные вещи типа у него есть он бы захватом с подбросом типа вот такие вот штуки разные у него есть видите то есть вот например с тем же мало да он неплохо работает у него есть там всякие типа подсечка видите у него у него много вещей которых можно с камео комбить типа то есть реально персонаж в этом плане то есть это не только мовато да там можно разных анджонит кейдж и там сайрок сектор там но по-разному можно применять то есть реально универсальный в этом плане персонаж да и у него тут есть такие фишки как типа бег вектом с иверхедом отменяющийся в стойку лежа еще один там типа командный захват который можно до года усиленный телепорт можно там бить дальше типа того то есть ну персонаж реально прикольный в этом плане то есть его нужно изучать и он даже не используя его смену стилей довольно сильный как даже сказали многие наши игроки на стримах кто уже начал его изучать то что его стиле дополнительные не особо эффективно используется что они требуют метра да то есть без них он и так силен получается ну в общем короче ребят пока что видно что персонаж интересный много всяких фишек у него эти стойки захваты смена стиля очень много всего интересного поэтому ну попробовать всем стоит за него поиграть возможно будет это будущее ибо mortal kombat 1 после буквально несколько дней после его выхода ребята его залабит освоят и будут всех просто крошить ну что же давайте идем дальше я знаю что многим интересным взглянуть ему под маску и самый надо интересный простой способ испытай свою силу в режиме вторжения на каждой карте есть такие испытания вот заходим сюда вот и спокойненько без всяких fatal blow или фаталок мы можем просто берем и фейлим испытания просто раз нажимаем не то что надо оба и все маска слетает вот пожалуйста минус голова но хочешь заметить заметить один минус маска чисто пропадает у него то есть это не только здесь происходит но и во время там фаталок-бруталок маска просто исчезает вот у других персонажей там например скорпион там примеру да у кого есть маски на лице скорпион рептилия там у них во время добивания маска спадает с лица и она падает на землю ты увидишь а у него почему-то она просто исчезает не знаю почему это видимо какой-то баг как мне кажется но в любом случае вот тут вы можете просто рассмотреть его лицо как след много раз можно это пробовать нажимать фейлить и смотреть тут кстати куча разных добиваний получается вот так что вот но хотелось бы чтобы маска правильно падала ведь она просто вот неожиданно пропадает и все вот такие дела в общем вот такой вот лайфхак чтобы посмотреть на его лицо подробнее тоже идем дальше а перед тем как мы посмотрим его концовку сюжетную хотелось бы ответить на вопрос многих кто интересуется когда же выйдет следующий персонаж терминатор ты 1000 вот обратите внимание на момент записи этого видео а это у нас 20 ноября осталось до конца сезона призрака 62 дня соответственно если если что-то не перенесут то через 62 дня запустится новый сезон и выйдет новый персонаж ты 1000 вот ну это примерно получается конец января 2025 года вот ребята такая информация ну что ж а теперь переходим к концовке призрачного лица в одно мгновение я вот сбора приближаюсь к жертве а в следующий я здесь как это случилось и почему не знаю да и плевать что я знаю так это то что в этот сюжетный поворот я вонжу зубы но люди здесь меня не знают если я захочу наслаждаться беспределом надо напугать их до усрачки пострелю свое убийство это сработает нарубленное плоти размазанная кровь заверусятся и тогда начнется настоящее веселье скорее бы начать убивать чтобы смотреть как гаснут их глаза момент смерти если сделаю все правильно кто-нибудь сделать из этого видеоигру а а еще говорят что я псих ну что ж ребята несмотря на то что некоторые наши ожидания не оправдались да то есть я и многие из вас ждали что под маской будет несколько лиц нам их покажут что возможно будут лица из игры mortal kombat меняться рандомно да несмотря на это да то есть мы получили только одного персонажа по сути под маской но несмотря то что есть два стиля там типа кобра и кира вот персонаж вышел довольно качественный у нее интересные там хорошо озвученные диалоги хорошие анимации бруталки добивания боевая система интересная вот концовка но концовка не знаю вот как раз таки в концовке я тоже думаю что мы увидим отсылки на кобру и киру например да то есть как например в игре mortal kombat x мы видели как при чужой для как он появился как он вылез из бараки мы понимали что типа почему он дерется как таркотанец вот здесь этого не объяснили да но все равно в целом по качеству персонаж выполнен на высшем уровне за это не зарам респект вот скажем так хотя я его не ждал повторюсь я не фанат фильмов крик и мне казалось что как бы он не вписывается во вселенную mortal kombat а но когда уж тут всякие супер герои есть то уже и пофигу да в целом играется весело играется прикольно и сделано самое главное что качественно вот такое мое мнение о персонаже ваш мнение пишите в комментариях ребят спасибо огромное всем кто реально поддерживает канал спонсорскими подписками в нашей группе вконтакте и на бусте благодаря вам выходят видосы на канале наш канал существует видосы стримы на лайв канале благодаря вашей поддержке если кто-то из тех кто сейчас смотрит захочет тоже принять участие поддержать канал то добро пожаловать все ссылки есть в описании на бусте и вк вы можете получить помимо того чтобы поддерживать канал и регулярный выход видосов и стримов также вы получите доступ к закрытому контенту которого нет на ютубе там разные видосики и стримы есть все такое вот и также в нашей группе вконтакте есть уютный вип-чатик лампы где мы все вместе общаемся так что вот ребята если кто захочет поддержать то добро пожаловать и заранее спасибо а на этом у меня все с вами была нет звука до новых встреч